Живое кино. Хвостики, которые любят наблюдать за другими жителями приюта. Как люди, собаки делятся на несколько типов. Так и у нас в домашнем мини-приюте собаки Симашка. Одни это всегда вечный двигатель, готовый бесконечно активничать, проводить время в играх, подначивать и задирать остальных. Никогда не дадут заскучать ни другим хвостикам, ни даже хозяйке Марине Абельдяевой. Для них настоящее счастье, настоящая гармония, это когда весь дом на ушах. Но есть у нас в приюте такие, кто после обеда предпочитают диваны к телевизору. Это четверка Фанта, Фокси, Салли и Молли. Однозначно относятся ко второму типу. Погуляли, покушали, кто-то потом домой не загнать, а эти любят, чтобы комфорт, тепло, уют. Эх, хорошо бы еще, чтобы косняшка в зубах была при этом. И смотреть живое кино. Там, за этим окном, у нас бесконечное движение. Всегда шумно, постоянно что-то происходит. То собака соседская подбежит, то кто-то, то кот. То вороны прилетят к кормушке с возней и карканьем. Вот усадятся они, так после обеда сидят, наблюдают и комментируют время от времени что-то происходящее. Забавные, сами заняты. И, что очень важно, волонтера отвлекают. Сегодня, как и вчера, полдня просидела женщина на телефоне. Наконец-то удалось хоть немного упорядочить намеченные планы по поимке бездомных собак и их стерилизации. Договорились с самим отломом на четверг. Связалась волонтер и с несколькими клиниками. Будем действовать по ситуации. В зависимости от того, сколько хвостов мы сможем отловить. И такие свободные мощности на текущий момент будут у врачей. Цены сильно отличаются, конечно, в разных местах. И, боится женщина, нам придется импровизировать. Очень, конечно, мешает неопределенность. Не знаем, никакое количество девочек привезем сразу, ни конкретного времени. Ну, думаем, у нас получится. И об успехах, надеемся, что именно о успехах сразу будем рапортовать вам.